Владимир, Лилия и их двое годовалых детей заселились в эту квартиру несколько месяцев назад. Буквально вчера она сгорела. Очаг пожара начался на кухне примерно в 9 вечера. К счастью, в этот момент никого в квартире не было. В этот момент находился в машине, ехал в магазин, получается, до гидроузла доехал. Вот, и позвонил сосед, сказал то, что квартира горит. Хотя, ну, прошло 10 минут с того, как уехали с квартиры. Куча людей, толпа, машины пожарные. И все, муж поднялся наверх, а я внизу, меня не пустили, стояла и смотрела. С детьми была с машины. Сейчас в семье с двойняшками негде жить. Буквально на несколько дней их приютили соседи, но жить здесь дальше возможности нет. Что будет дальше, неизвестно. Где вы будете жить? Ну, негде, надеемся на быстрый ремонт. Сделаем что-нибудь, чтобы обратно переехать. Потому что другой квартиры нет. А сейчас у нас весь дом заселен. А сейчас у нас приедете на пару дней, да? Ну, да, на пару дней. Пока другие люди не заселились. Здесь должны заселиться послезавтра люди. Ну, не знаю, может, за пять дней, может, уложимся, чтобы обратно перейти. Возгорание заметили соседи и сразу же начали тушить с помощью подручных средств. Огнетушители, ведра с водой. Жители обматывались мокрыми шарфами, чтобы добраться до очага возгорания. Дышать в подъезде было невозможно. Утешает лишь одно. Все живы и здоровы. Повезло нам, что все вместе поехали. Машины они оставили. Нам тут к магазину машиной пять минут. Очень повезло. Семья надеется сделать ремонт в квартире и вернуться в ближайшее время, потому что других вариантов у них нет. Самое страшное – это остаться на улице с двумя годовалами Богданом и Вероникой. Надо будет штукатурку снимать и полы снимать. Ну, то есть, все. Но мебель-то, ладно, ее отмыть можно. Двери, получается, тоже там менять надо, которые подгорели. Техника, то, что вся сгорела. Холодильник, травонок, чайники. Все детское. Питание, бутылочки, посуда. Да, детское подгорело. Все потрескало. Причины пожара пока неизвестны. В ближайшее время объект должен посетить эксперт, чтобы сделать свое заключение. Владимир и Лилия просят помощи. Сейчас она им необходима, чтобы сделать ремонт и вернуться домой. Помочь семье можно по реквизитам, которые указаны на экране. Максим Рыков, Иван Масалев, ИСТРРФ.